Киев. 11 часов утра. На проспекте науки в Голосеевском районе Переполох. На проезжей части лежит женщина. Вокруг множество обеспокоенных людей. Милиция, врачи. Все пытаются помочь пострадавшей. Врачи сказали, несмотря на тяжелые травмы, жизни ничего не угрожает. Женщину увезли в больницу. Пострадавшая стала жертвой дорожного наезда. Несмотря на то, что она переходила проезжую часть по зебре, едва осталась живой. Женщину сбила легковушка дачи. Машина двигалась в крайней левой полосе. Впереди, справа, ехал микроавтобус «Мерседес». Он притормозил, чтобы пропустить пешехода. А водитель дачи не учел этого и почти на полном ходу сбил женщину. Это вот удар был на самом переходе, получается? Да. То есть это она еще метров 15 пролетела до того места, где вот ее, собственно, с земли подняли. Ну, не 15. Чуть меньше. Да, метров 7 где-то. Перед пешеходным переходом необходимо сбавлять скорость. Этого требует правило дорожного движения. И не зря. Вот конкретный пример. Даже несмотря на то, что водитель дачи не превышал допустимый скоростной режим в городе, в экстренной ситуации ничего не смог предпринять. Вот так вот случается в жизни. Она шла. За машиной я ее не видел. Автоинструкторы говорят, что это очень распространенная ошибка среди автомобилистов. Приближаясь к зебре, водители не сбавляют скорость, даже если впереди идущий автомобиль останавливается. В данной ситуации у нас ограниченный обзор, поэтому мы должны учитывать маневры впереди идущего автомобиля, иначе мы можем не увидеть пешехода. Конечно, нельзя во всем винить исключительно водителей. Вот как похожая ситуация выглядит со стороны пешехода. Этот парень хочет перейти дорогу. Черный автомобиль его пропускает, а вот водитель серебристой машины уверен, что людей нет, игнорирует торможение соседа и пролетает зебру. Пешеход остался жив, только потому, что внимательно переходил дорогу. Не спешил, сломя голову, и лишний раз посмотрел, нет ли за черной машиной других автомобилей. В случае на проспекте науки, женщина, очевидно, не до конца оценила дорожную ситуацию. Была уверена, что переходить дорогу по зебре безопасно. Она шла вроде как по телефону разговаривать. Безусловно, правила дорожного движения на стороне пешехода водители обязаны притормаживать перед зеброй. Но давайте не забывать, что зебра – это не только африканское животное. Зебра – это дорожная разметка, которая требует тройного внимания от всех участников дорожного движения. Больше видео с места этой аварии вы можете посмотреть на официальном канале Магнолии ТВ в Ютубе.